Дети, урок окончен. Можете расходиться по домам. Ура! Да что ли, сейчас пойду в контур порублюсь. Наконец-то. Как он долго тянулся. Иди в кино, смотри. Иди. Сьюзи, от тебя я попрошу остаться. Остаешься после уроков. Будешь решать мои примеры. Мистер Балди, а можно я останусь вместо Сьюзи? Я очень хочу с вами позаниматься. Нет, свинка. Ты и так слишком умна для своего возраста. Иди домой. А то еще опоздаешь на свою любимую телепрограмму «Знайка-почемучка». Итак, Сьюзи, начнем мы с самого легкого примера. Реши его. Мистер Балди, вы же знаете, у меня совсем плохо с математикой. Потому я и оставил тебя после уроков, чтобы подтянуть тебя по предмету. Приступай. Надеюсь, я правильно решила. Вот видишь, если хорошо постараться, то все получится. Теперь реши вот этот. Ох, мистер Балди, этот пример мне не по силам. Тогда держи учебник и учи, пока не поймешь, как его решить. Но я не смогу выучить. Для меня это слишком сложно. Послушай-ка мою историю, Сьюзи, и ты поймешь, что при желании можно решить задачи любой сложности. Когда я был маленьким, родители часто оставляли меня у бабушки на летние каникулы. Но бабушка была такой злой, что мне всегда хотелось от нее сбежать. Внучок, покушай брокколи, приготовленной на пару. Это полезно для здоровья. Не хочу я брокколи, это невкусно. Пока не съешь, я тебя кормить не буду. Тогда я сбегу от тебя. Не сбежишь. Я живу далеко от города. А вот и сбегу. Постой! Куда же ты? А брокколи? Балди, опять ты в прятки со мной играешь? А ну, вылезай, кому говорят. Найду, худо будет. Как воду кону. Ладно, пока он не видит, нужно предпринять меры предосторожности, чтобы мальчишка не сбежал из дому. Так, думаю, тут он точно не найдет. Что это он такое спрятал? А эти отнесу в свою комнату. Там он точно не найдет. А значит, и не сможет собрать ее. А не соберет, значит, не сможет сбежать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Интересно, о чем это она? Можно теперь немного отдохнуть. Пожалуй, пойду посмотрю свой любимый сериал. Мальчики тоже плачут. А негодника этого я попозже разыщу. И накажу. Не помилую. Нужно проверить, что в этой комнате. Тут я еще не был. Так это гараж. Машина с виду новая. Но почему-то вся разобрана. Жаль. Я мог бы уехать на ней отсюда домой к родителям. Ведь папа мне показывал, как управлять автомобилем. Я бы справился. Постой. Тут, кажется, есть инструкция по ремонту. А что, если я изучу ее и смогу собрать машину? Тогда злая бабка останется с носом. Ведь если я останусь тут, мне не сдобровать. Достанется мне от нее. Инструкция. Есть. Инструменты. Есть. Желание тоже есть. За работу. Да уж. Это было непросто. Но я это сделал. Почти все собрал. Но не хватает передних и задних фар. Так вот, что она прятала от меня. Вот. Это фара заднего света. Готово. Но без фар переднего света ехать ночью никак не получится. Можно врезаться во что-нибудь. Придется пойти в комнату старухи. Главное не попасться к ней в руки. Вот они. Ах, вот ты где. Думал, я сплю? Ну, теперь держись. Я так зла на тебя, что пощады не жди. Придется ехать без передних фар. Нельзя тут оставаться. Ворота, ворота. Как открыть ворота? Вот же кнопка. Скорее открывайтесь. Она уже рядом. Я иду за тобой. Я знаю, где ты прячешься. Я найду тебя. Ух, отлично. Завелась. Прощай, бабуля. Балди, внучок, а как же брокколи? Добрый вечер. Патрульная полиция. Мы остановили вас, так как у вашего автомобиля нет фар. А это нарушение правил дорожного движения. Да, господин полицейский. Я знаю. Моя бабушка спрятала передние фары. Поэтому у меня их нет. Бабушка? А сколько вам лет, молодой человек? Мне... Мне много лет, господин полицейский. Просто я так сохранился. Так как меня бабушка кормит исключительно полезной пищей. Понятно. Можно ваши права. Спасибо, господин полицейский, что вовремя поймали этого беглеца. Где же это видано ночью без фар ездить на бабушкином автомобиле? Да, все могло закончиться аварией. Ну что ж, всего хорошего, мадам. Глупенький ты, мальчик. Я ведь специально все так устроила, чтобы ты собрал мне машину. Просто у меня это никак не получалось. Правда, я не думала, что ты уедешь без передних фар. Какой же я глупенький. Я умный. Раз собрал ее. Ведь я всего лишь маленький мальчик. Ах так. Раз ты такой умный и такой маленький. Тогда сделай пользу своему организму. Поешь морковки на пару. Она хорошо влияет на рост. О нет. Теперь ты понимаешь, Сьюзи, что при большом желании можно научиться всему и справиться с любыми сложными задачами. Да. Я поняла, что для этого нужно иметь сильное желание. Но у меня-то его нет. Я просто не хочу учить этот дурацкий предмет. Я понял. Тебе не хватает мотивации. Чего не хватает? Побуждение к действию. Ничего не понимаю. Я так сильно хотел сбежать от бабушки, что быстро обучился тому, как собрать ее автомобиль. Побег и свобода были моей мотивацией. Понимаешь? Нет. Послушай. Сейчас я уйду на какое-то время. А пока меня не будет, ты все выучи и реши мой пример. Если ты это сделаешь, я отпущу тебя домой. Ага, я поняла. Тогда приступай. Я должна это сделать. Чем быстрее приду домой, тем больше времени будет поиграть в Грэнни. Ну как, успехи? Проверяйте. Вот это да. Сложно в это поверить, но ты это сделала. А все почему? Потому что я пообещал тебя отпустить домой. И ты сильно этого хотела. Послушай, ты так хорошо справилась, что я решил тебе задать еще один пример. Но, мистер Балди, так нечестно. Вы же обещали отпустить меня домой. Ну, это последний пример. Честное слово. Вот такой вот. Совсем не сложный. Помнишь, чему я тебя учил? С любой задачей можно справиться. Было бы желание. Тогда вы и в этот раз выйдете. А мне нужно время подумать. Какое задание, такое и решение. Ну что, Сьюзи, ты решила задачу? Решила. Решила. Поэтому я не стала вас дожидаться и сразу отправилась домой. Феноменально. Просто невероятно. Вот что значит хорошая мотивация. Ну хорошо, Сьюзи. До свидания. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Элина Плей, привет тебе. Фантом Катя, привет. Нюся Пуся, привет. Сами Геймс, привет. Шадо Фил, привет тебе. Ани СД, привет. Леди Диана, привет. Казас ТВ, привет. Бонни Аниматроник, привет тебе. Канал Мана, привет. Ну и подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои приветы. Передавайте мне. Делите в соц сетях. С друзьями. Ну и в принципе все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok